Обновлена карта боевых действий, на Авдеевском направлении ситуация очень сложная. В Донецкой области, на Авдеевском направлении, российские оккупанты пытаются пробить клин в обороне, которую держат украинские защитники, и ситуация на этом участке очень сложная. Об этом сообщает РБК Украина, ссылаясь на карту боевых действий Дип-стейт. Обстановка на фронтах. На Донбассе по состоянию на окончание 20 ноября, на Авдеевском отрезке фронта, фиксируются попытки российских захватчиков вбить клин в. Линию обороны ВСУ не только в опытном, но также и в северной части Мариинки. Отмечается, что ситуация в этом секторе очень сложная. Также остается сложная ситуация и на Бахмутском отрезке. По данным ресурса, такое большое количество тел, ликвидированных оккупантов, не наблюдалось тут еще с весны. Больше всего трупов захватчиков, в районе Павловки, далее следует район Бахмута. На Сватовском направлении села Кисловка-Гриняковка и Синьковка, Харьковская область, были переведены в зеленую зону. Эти населенные пункты освобождены уже давно, но только сейчас в соцсетях появились доказательства поездок волонтеров в эти села. Украинские военные продолжают давить на российских оккупантов, но без существенных изменений на линии боевого столкновения. Ситуация на других направлениях. На севере Украины, на участке около газграницы, без изменений. В сети появилось видео, как один из пограничников пересек линию фронта с Белоруссией на несколько метров и вернулся назад. Во время войны в этом нет ничего плохого. Плохо только существование данной ошибки на карте Европы, отмечается в публикации на ресурсе. На Запорожском и Таврических отрезках фронта, без изменений. Войска РФ ведут обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области с тех пор, как вышли оттуда. Ранее в восточной группировке войск ВСУ проинформировали, что в Луганской области украинский флаг вернули в 12 населенных пунктах, освобожденных от российских захватчиков. Напомним, вчера сообщалось, что бойцы ВСУ продолжают держать оборону Павловки, и оккупантам не удалось закрепиться в ее северной части. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.